Всем добрый день. Урок у нас, тему я уже озвучил, это будет урок Сферат Гаомер, счета мэра. Это, честно говоря, счет мэра, вот уникальная штука. У меня есть такие мысли, ну, скажем, они еще сырые, но взять счет мэра и подвести к... Оно уже как бы подведено автоматически, но я хочу именно явно связаться с иудаизмом, с монотеизмом. Подвести счет мэра к психологии, к развитию человеку и к решению любых задач, вот любых задач. Человек захотел там выучиться, захотел как-то себя развивать, захотел раскрыть какие-то способности. Вот это все можно строить на счете мэра. Бизнес построит, обучение, изменить свою жизнь. Все можно построить, пользуясь вот этой системой счета мэра. И эта система не значит, что она вот сейчас началась, и в шабот она закончится перед шаботом, и больше мы ней не будем пользоваться. Честно говоря, мы ней пользуемся вот весь год, весь год. Просто это как сейчас, как Всевышний вложил это в Тору, это как такое, скажем, показательное действие, что вот есть такая система, которая вот так может работать. У нас в Айкре 23.15, да, сказано о счете мэра, да, что принеси жертву амэр, да, на второй день Песоха. Итак, давайте сначала перед тем, как опуститься в рассуждение о самом счете мэра, подумаем, вот почему, откуда он начался, да. Первое наше действие какое было? Это попадание в Египет. Откуда мы знаем, что еврейский народ попал в Египет? Ну, в Торе это у нас еврейский народ, но вы знаете, что при выходе из Египта присоединились праведники народов мира, и то, что происходит и сейчас с еврейским народом, есть очень много народов мира, которые исправили, скажем, свой взгляд на этот мир и верят в единого Всевышнего, и получают, как говорят мудрецы, те же благословения, что еврейский народ, когда они находятся рядом. Я думаю, жители Днепра уже это знают, это доказано за Нусси, как говорится. Так откуда мы знаем, что надо было спуститься в Египет? Это было сказано Аврааму, что будет изнан народ, что будут страшные времена, 400 лет в Египте и так дальше. Но когда это говорилось Аврааму, ведь не было таких, скажем, еврейского народа еще особо то не было, Авраам и его семья, но что-то потом же случилось, из-за чего этот спуск случился в Египет. И самое основное, что как бы мерцает очень ярко и показывает нам, это продажа Йосифа. Потому что даже взять логически, когда получилась продажа Йосифа, то после этого он попал в Египет, после этого начался там голод, он был возвеличен в Египте, голод начался и в земле Кнаанда, там где проживал его отец Я. Все началось из-за Йосифа, продажа Йосифа. И, честно говоря, какие-то моменты этой продажи мы расхлебываем по сей день, потому что, как говорят мудрецы, что Йосиф же до конца не простил братьев. Вроде бы, но не простил он все-таки. Не простил, как говорят мудрецы. Я, у меня один вопрос есть по этому поводу. И вспомните, давай вопросы потом, хорошо? Урок записывается, просто не хочу его прерывать. Давайте завтра этот вопрос. Я по поводу именно... Значит, смотрите, кто был виноват в продаже Йосифа? Да, вот самый главный. Это Леви и Шимо. Леви и Шимо. Они начали этот, скажем, такой неправильный взгляд, неправильный сговор, неправильные активные действия. Они виноваты в этой продаже. Вспомните, чем у нас связаны Леви и Шимо. Я вас сейчас подвожу к понятию сферот. Правильно. Вот подсказывает наш Толмит Сергей, что они перерезали половину шхена. Перерезали не половину, а как нам говорят, как говорит Медраж, 24 тысячи человек они убили в шхене. Это трудно, конечно, представить. Это другой как бы урок, совершенно другой вопрос. Но давайте пользоваться просто этими фактами. Какими качествами они пользовались в тот момент, когда они делали вот то, что произошло? Они пользовались качеством ГВУРа, да? И в тот момент эта ГВУРа была не очень-то правильная, честно говоря. Почему? Потому что мы знаем, что Яков не был доволен этой ГВУРой, да? Яков, вы пропали. Они... Слышно меня всем? Кто-то один? Кивните, да. Значит, смотрите. Они не пользуются ГВУРой. И они пользуются неправильной ГВУРой. Та, которая не нужна. ГВУРа – это строгость, это излишний суд. Суд, который перебарщивает. У нас левая линия, где находится суд, это левая рука, как Всевышний, да? Левой рукой поддерживает, а правой поднимает голову. Поднимает человека. Правая – это Хесет. Так левая линия, она короткая, а правая линия у нас длинная, как на Тфилине. Кто еврейский народ молится, у нас здесь есть и евреи нас слушают, одевают Тфилин, то правая, с головного Тфилина, ремешок, он длиннее. Это показатель как раз Хесета, что все равно Хесет руководит в этом мире. Так вот, они делают очень большую ошибку, очень большую ГВУРу. Вторая ошибка – это когда была продажа Йосифа. И потом, посмотрите, забегая чуть-чуть вперед, что делают левиты? Они исправляют свою ГВУРу. При помощи чего? При помощи той же ГВУРы. Они остаются соблюдающими Египте. Они после Золотого Тельца, они не участвуют в грехе Золотого Тельца. А после этого, что они еще делают? Убивают, наказывают, производят суд. Но уже правильный суд. И за это им даровано то служение, которое возлагается на левитов. А посмотрите, что происходит с коленом Шимона. Когда вопрос с Пинхасом, когда они начинают грешить. Сначала начинают заниматься развратом, потом идолопоклонством. И в конце концов Пинхас исправляет. А вы помните, сколько там умерло человек? Не помните, Патторин? 24 тысячи. Ну вы знаете, как говорит очень нехороший Соколов, совпадение, не думаю. Крылатая его фраза. Только вот эта фраза его и запомню. Пусть сокрется его имя. Так вот, посмотрите. Там 24 и там 24. Колено леви себя исправляет. Той же гвурой. Той же строгостью. Но уже правильный. Колено Шимона себя не исправляет. Не исправляет. Но начинается все в Египте. Вот самый вот этот... Вся процесс, процесс рождения. Рождение иудаизма, честно говоря. Монотеизма. Начинается именно в Египте. Вспомните Маше, да? Маше... Вот есть такое интересное очень объяснение. Тонкое. Одно из объяснений. Почему Маше отказывается, когда ему Всевышний говорит, вывести народ из Египта, да? Объяснений много. Ну, слушайте, подумайте. Представьте, там, ну, кто знает, вот, сто сообщений Днепра. Представьте себе ситуацию, да? Приходит в равильный и говорит тебе, давай, надо вот это сделать. Ты говоришь, там, так как-то... Там уже кого-то другого пошли. Ну, даже такая ситуация в голову не может, да, прийти. Так говорят, что Маше, он прочувствовал, он же знал проблему между братьями. Между братьями. И он говорил, я не хочу этой проблемы. Пошли Иорона. Он старше. Он грамотнее. И так далее, и так далее. Пока уже Бог не сказал, нет, идешь ты. Когда Маше перед тем, как вы убежать из Египта, убежать, когда он увидел, ссорятся два еврея, да? И они ему что говорят? Ты хочешь нас убить так, как ты убил того египтянина? И потом Маше говорит, о, вот теперь стало известно, да? Нам комментаторы говорят, что один смысл известно, это то, что фараон узнал, да, что они сдали его, да? А более тонкий комментарий, стало известно то, что, стало известно, почему они находятся в Египте. Что? Злословие. Наговоры. Оговорили. Что произошло с Иосифом? Его оговорили, честно говоря. Очень упорствовали Леви и Шимон, потом подключили все остальные. Рувен пытался спасти, ушел. Игуда, в конце концов, даже участвующий в продаже Иосифа, спасает его злословие. Одно из самых серьезных грехов, которое участвовало и в Египте, вы понимаете? И вот Египет, это у нас самый нижний уровень. Мы знаем, это 49 уровень, но когда начался 49, это говорят, ну вот, сейчас будет за углом 50. И в этот момент происходит спасение. Ну, хорошее объяснение то, что, когда человек хочет вымернуть, да, вот говорят, как водоворот. Знаете, спасение из водоворота. Там, где есть водоворот, это, знаешь, не очень большая глубина. И человека начинает затягивать. Если он начнет бороться, 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 ничего не получится. Что он должен делать? Поддаться водовороту, ну, набрав воздуха, опуститься на самое дно и оттолкнуться в сторону, выплесить в сторону. Один из видов спасения, когда тебя затягивают в водоворот. Так вот, в Египте произошло то же самое. Всевышний наказал, это наказание, мы должны понимать, все-таки это наказание. Наказал еврейский народ вот этим рабством. Ну, самого рабства, то, честно говоря, было, сколько там, 82 года. Но, если мы берем 400 лет, то это время, ну, скажем, изгнания. Знаете, как это я себе объясняю? Вот смотрите, тебе в пятницу к стоматологу. И ты знаешь, что тебе будет делать. И зуб там один удалять, и еще что-то делать. И ты знаешь, это уже в понедельник. Как вы думаете, когда начался похуд стоматолог? Реально в понедельник. Хотя еще вот-вот, ну, ничего не произошло, но ты уже с понедельника думаешь, капец, что происходит. Вот эта проблема была и у Якова, и у всех, когда они попали в Египет. И, казалось бы, было все хорошо, но ты находишься не на своем месте. Ты должен быть в земле Израиля, а ты не на своем месте. Потому что еще неисправлены все моменты. И вот Всевышний добивается того, что еврейский народ спускается на самое дно. И в этот момент, месяц весны, когда все расцветает, когда разливается Нил, когда самая сильная природа, когда фараон говорит, а я над Нилом стою, а я еще лучше, чем Нил. Бог говорит, ну вот вы думаете, что вокруг вас все самое сильное, и ты тоже сильный, а теперь я покажу, кто сильный. И начинает выехать из Египта. Он мог вывезти за один день? Мог. Идут 10 казней. Они выполняют большую роль. Роль наказания и роль уроков. Для египетского народа наказание, для еврейского народа уроком. Но мы знаем, что для 4-5-х это было тоже наказание. Кто-то не выдержал там сколько-то казней, а кто-то, как говорят, во время темноты, умирали те евреи, которые не приняли судьбу, та, которая одна единственная есть. Больше нет никакой судьбы, кроме веры во Всевышний и служению Богу. Так вот, он спустил их в этот самый низ, сделал вот эти казни, как шаги, как такие ступеньки, для того, чтобы человек мог что-то осознать, потому что мы не можем сразу все принять. Ну, выучи математику за раз. Нет, тебе надо шаг за шагом углубляться, углубляться. Вот начались эти казни. Подходит самый конец и происходит освобождение из Египта чудесным способом, через божественную душу. Поднимают с этого 40, почти 50-го уровня. Ну, 49-й это уже, ну вот, между 49-м и 50-м. Какой это уровень? Ну, трудно сказать. 49-й-то уже вроде нет, мы его прошли. 50-й тоже нет. Самый низ. И происходит рождение еврейского народа. Внимание, это очень важная информация. Именно рождение еврейского народа. Рождение того народа, который получит Тору, который эту Тору будет тысячелетиями хранить по сей день, без всяких изменений, и передавать народам миром. А народы мира, которые все-таки имеют открытый разум и чистое сердце, присоединяются к еврейскому народу. И это наша общая задача. Сейчас пришло время, когда евреи не могут без народов мира, а народы мира не могут без евреев. Мои знакомые даже всю войну, сейчас я там общаюсь, веду войну интеллектуальную на просторах интернета. Слушайте, поверьте, есть те, которые обвиняют евреев, что это все делают евреи. Итак, произошло вот это рождение еврейского народа. Из-за тех всех проблем, которые были, они туда попали. И получается, это вроде не так и плохо, да? Ну, урок, который ты все-таки изучил, это плохо или хорошо? Тебе было тяжело, ты сладал, но ты получил какую-то информацию. И вот, когда они вышли из Египта, они были как ребенок. Ну, как новорожденный ребенок. Ведь Египет, я сказал, это колыбель еврейского народа, реально. Почему потом сказано, относитесь и к египтянам тоже с уважением. Так Всевышний говорит. И к другим, он говорит, вы рабами тоже были, к другим рабам тоже относитесь с очень с уважением. Пытайтесь понять людей. Когда они выходят, для чего выход? Для дарования Торы на это знать. Но вот для того, чтобы получить Тору, ты должен получить инструкцию. Ну, если тебе дадут пластмассовую машинку, ты же ребенок, да? Ты ее разломаешь, что тебе скажут родители? Ну, хорошо. Вот когда научишься не ломать эту машинку, мы тебе дадим более сложную машинку. А для того, чтобы получить в руки какой-то вообще серьезный механизм, надо потратить время на изучение этого механизма, правильно? Изучить технику безопасности. Так вот, Сферада Омар, счет Амера, это как раз вот этот период для того, чтобы себя подготовить для жизни в этом мире, для правильной жизни, для правильной коммуникации с людьми, с ситуациями. И с самой Торой то же самое. Вот то же самое. Это самая настоящая инструкция. И само понятие Сферот, это как, ну, некоторые говорят, как дароценный камень, как сияние, как свет, да? Это 10 сил, при помощи которых создан этот мир, да? Всевышний при помощи 10-ти Сферот создал этот мир. Как это произошло? Нам чуть-чуть вам Каббалы, немножечко. Вот перед тем, как создавать мир, было такое состояние мира, мир Тогу называется. Это мир хаоса. Вот как люди говорят, что такое хаос? Люди говорят, хаос это беспорядок, да? Но более правильное объяснение, которое использует Каббала, мир хаоса это та ситуация, когда нет соединения между разными силами. Ну, к примеру, знаете, какие-то химические соединения вступают в реакцию только при температуре, либо там при каких-то специальных условиях. И я взял стакан, насыпал разных химических соединений, и они не вступают сейчас в реакцию. Почему? Потому что нету специальных каких-то температур, либо еще чего-то. Так вот там сейчас хаос. Они могут быть очень хорошо, лежать красиво по порядку, но у них нет соединения. Вот это называется хаос. И что произошло? Каждая сфера начала на себя набирать свою силу. Хесет, милосердие, милость. Начала набирать на себя, вбирать, вбирать, вбирать эту милость. Она не хочет ни с кем делиться этой милостью. И произошло разбитие сосуда. Сосуд, который содержал этот хесет, он просто не выдерживает. И они начинают вступать в хаотическую реакцию. А теперь посмотрите сравнение. Рождается еврейский народ, он как ребенок. Что нужно ребенку? Ну, в самом прямом смысле. Кушать, в туалет сходить, что там еще надо его? Помыть, поспать, да? Посмотрите, что дают ребенку. На тебе ман, покушай. Вот тебе море раскрылось. Вот тебе перепела, кушай-закушайся. Вот тебе то, вот тебе все, да? А дальше ребенок начинает расти и превращается в подростка. Что происходит у подростка? Что разрывает подростка? Противоречие эмоции. Сегодня я хиппи. Завтра я, кто там есть? Год. После завтра я там еще кто-то. Ну, что в голову придет, что увидел. И вот так эти эмоции начинают действовать, его просто разрыва. И очень часто подросток, не получая правильное обучение и правильную силу соединить этой силой, так и остается в своем состоянии. Старость не всегда означает мудрость. Надо это запомнить. Старость не всегда означает мудрость. Это не значит, что не надо уважать взрослых людей. Ну, вот не всегда так, вы понимаете? Почему? Потому что не было какого-то правильного соединения для того, чтобы это все исправить. И вот Тора говорит, для того, чтобы это было правильное соединение, у тебя будут шаги. Шаг за шагом ты будешь исправлять это все. Тора это называет принести Амер, да? И посмотрите, когда приносится Амер. В самом начале. Опять же, весна. Это зарождение чего-то нового. Это Амер и Ачменя. Знаете, как он собирался? Там было три вопроса. Три пучка. Три человека резали это все. Собирали это все воедино. Очень много. Три. Три, три, три. Потом, когда это все собиралось, его пересеивали. Перемалывали три раза, пока не получалась самая лучшая мука. А потом эту муку, внимание, пересеивали через 13 сит. 13 сит. Пока не получали самую чистую муку, которая служила вот этим счетом Амер. Вы понимаете? Получается, что-то самое важное, самое чистое, самое первое. А вопрос первенцев мы знаем. Все, что в человеке первое, должно быть для Всевышнего. Живешь, кушаешь, женишься, детей рожаешь. Ну, это идеальная ситуация. Вот надо достать, положить в основу вот эту веру идеальную ситуацию. 13 сит. 13 принципов веры. 13 путей познания Торы. Через них должно пройти твое понимание. Без них не получится. Почему все очень много? 3, 3, 3. Сейчас мы будем чуть детальнее говорить. У нас есть три пути действия. Путь милости правый, путь длинный. Путь суда строгости левый, путь короткий. И средний путь, путь гармонии. Средняя линия. На которой находится Тора. Вот Тора как раз делает вот это все как-то уравновешивает настолько, что оно может появиться, как воля Всевышнего в этом мире. Любое дело. Благословение на воду, браха на еду, браха после еды, десятин, отстакад, филин. Все заповеди, которые только могут быть. Вот Тора делает вот эту выжимку. Ну, Всевышний при помощи Торы. Это же Тора, Тора это такой, знаете, парадокс. Чья она? Бога или наша? То, что нам подарили, оно наше. Правильно? И очень часто мы видим, когда Всевышний говорит по одному, а мудрецы говорят по другому. Это я вам недавно рассказывал. И Бог потом улыбается, говорит, победили меня мои сыновья. Так он этого хотел. Когда ученик вырастает у учителя выше, да? Что говорит учитель класс? Это мой ученик, он там валит кого-то на ринге. Вот точно так здесь происходит. Всевышний говорит, класс. Вот то, что я действительно хотел. Поэтому очень важный такой уровень приготовления вот этих, приготовления этого Амера. А теперь смотрите, почему происходит то, что, к примеру, Леви исправляется? Почему происходит то, что Шимон потом понимает там своего Аса Якова? Почему происходит, когда один человек вроде такой злой, разговаривать не хочет, приходит все на голову, такой серьезный весь, а он спокойно общается с другим, который смеется, анекдоты рассказывает и так далее и тому прочее? Почему у людей происходит это общение? Потому что Всевышний сказал, что тот, кто отделяет одну сферу от другой, он посягает на мое единство. В каждой сфере внутри есть все сферы. В каждом человеке есть все эти десять сил. И они взаимодействуют. И в одном человеке развито что-то больше, в другом человеке что-то меньше. И поэтому, когда один очень строгий, такой напористый человек, он может найти в себе силы спокойно поговорить с человеком веселым и добрым. И наоборот. Потому что в каждом из нас есть по кусочку этой сферы. И вот наша задача сложить эти сферы очень правильно. Так, чтобы мы понимали и действовали правильно. А не так, что ты пришел со своей бурой, как это сделал Леви Шимон, достойный Якова. Как они взяли и поспешили, и осудили Йосифа. То, что произошло с земли, колено Шимона, идолопоклонство. А с чего началось идолопоклонство? В тот момент, не помните? С разврата. С разврата. Потому что это самая сильная энергия, сексуальная энергия. И там им говорили, ты хочешь вот этого разврата, ну тебе надо там в шутку поклониться какому-то идолу. А за это, Бог говорит, наказывается смертью. И они как бы кланялись. Вот так работает злое начало. Оно тебе уговаривает. Оно говорит, слушай, ну это ж не сильно страшно. Но если это не страшно, ради этого можно сделать вот это. Это тоже не очень страшно. И так, шаг за шагом, ты можешь попасть как бы в эту проблему. Так вот, получается, что вот эти все силы, которые есть в нас, эти сферот, они в нас для того, чтобы мы могли между друг другом общаться. Чтобы мы могли смотреть на этот мир, это второе качество. И понимать что-то для себя. Чтобы мы росли от ребенка к подростку, а от подростка становились взрослым, который имеет ответственность, отвечает за свои поступки. А потом взрослый превращается в того мудрецатор. Вот к этому мы стремимся. Для того, чтобы выполнить волю Всевышнему. И вот эти силы все есть, нас, они для этого бурлят, бурлят, соединяясь в какой-то правильный рисунок. Приводит в метраж такую очень интересную историю, что когда один человек попадает в яму, да, сидит в яме, и едет царь, увидел этого человека в яме, и говорит, не переживай, говорит, я тебя достану из этой ямы, говорит, одену очень хорошо, говорит, а потом еще и дочку выдам за тебя замки. Но тот, который сидит в яме, он что делает? Он говорит, что за чушь ты несешь, царь, да? Ну, не верит этому, ну, правильно? И тут он его достает с ямы. А через день одевает царские одежды. Что человек начинает делать? Ну, верит, правильно, не бойтесь, на оценки не ставим. Он начинает верить в то, что действительно так и будет. Всевышний достает с этого Египта, говоря всему народу, вы величайший народ, напоминает ему все, что то сказали. Вы созданы для того, чтобы получить Тору, чтобы эту Тору потом передать народам мир, а вместе менять этот мир, делать его жилищем для Всевышнего. Народ в это не верит. Вы же посмотрите, даже те, кто вышел с Египта, они до конца не верят. Это нам доказывает еще нахождение в пустыне. Все эти вопросы мяса, горькой воды, и пошло, 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 поехало. Плоть до входа в землю Израиля. Народ не верит. Так он говорит, ты должен учиться, ты должен из ребенка стать подростком, а потом стать взрослым. Но для этого надо понимать, как эти силы действуют между собой. И вот эта история, она показывает, что когда ты начинаешь изучать что-то, ты начинаешь верить потехнологично. Ты как будто не знаешь там чего-то, но ты уже веришь в себя, как соблюдающего там еврея. Либо веришь в себя, как праведника из народа мира, если ты там веришь в Бога и соблюдаешь все заповеди. И вот этот отчет Амера, он начинает с самого низа, с самой нечистоты, и идет до самого верха, до дорывания Торы, самый высочайший уровень. И смотрите, нельзя пропустить ни одну ступеньку. Почему? Потому что у тебя останется нечистота, и у тебя не будет того уровня, чтобы получить Тору. Смотрите, это как на обучении, когда ты учишься там на доктора. Вот ты все выучил, все, кроме удаления аппендиции. Ну, часто у нас так делают. Какой у меня будет билет на экзамене? 25-й. Это я выучил. И я сдаю экзамен на отлично, сдал я экзамен? Ну, вроде бы сдал, а по-честному сдал – нет. Но это мы можем сделать так. А с Богом мы так поступать не можем. Бог видит насквозь все то, что происходит внутри нас. И поэтому ты должен работать с каждым шажком, ни в коем случае не пропустив ни один. Если у тебя останется вот эта грязь и вот эта нечистота, мы так и читаем. Вечером, еще там, наверное, мы так и читаем, что убери из нас вот эту нечистоту и вот эту грязь. Ну, на иврите там перевод, на русском перевод чуть-чуть помягче. Самого текста. Мы не можем пропустить. А теперь смотрите, еще одна удивительная вещь. Как обычно считается, когда взлетает ракета, да? 10, 9, 8, да? One, stop! Как мы считаем тут? Сверху вниз. Почему мы не считаем, как бы, ну вот, дошел до одного, все, Тору получил. Потому что получение Тора – это не конец. Это только начало. У тебя есть всегда возвышение. Ты возвышаешься, возвышаешься, получил Тору. Ну, все на пенсию. Как часто делают люди. Я все сделал, теперь пускай вот он делает. Нет! Вот пока мы живы, пока наш разум работает, 80 нам будет лет, 120 лет с Божьей помощью. Мы должны читать, учиться, приходить в синагогу, не останавливаться. Посмотрите на тех дедушек, ну, которые иногда приезжают, вот старики там, соблюдающие там, им по 80, по 90. И я смотрю в эти глаза, живые глаза, живой ум. А когда человек, как он делает? Ну, все, я уже все. Отстрелялся, сейчас пенсия, рыбалка, и туда-сюда. И потом, кого приглашает, превращается в такой человек? Сидящий, обсуждающий, вот вы. Я, я утрирую, как-то, утрирую. Не каждый, не каждый. Но если мы с вами остановимся, это будет большой проблемой. Ты сразу покатился вниз. Поэтому нету остановки. Нам сам Шотомэра говорит, возвышайся дальше, 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 дальше. Отлично. И у нас в Сферот есть семь сил, да? Семь сил, эмоциональных сил, с которыми мы можем работать, и с которыми работаем. И они символизируются каким-то человеком историю, да? Начиная от Абрама, это милость. Исхак, это строгость, левая сторона. Посередине Яка, уравновешивающий. Ниже Маше, это Несер, достижение цели. С другой стороны, уравновешивающий Маше. Помните? Внутри как Маше, а снаружи как Аарон. Аарон, любящий людей. В самом низу Йосеф, праведник, та сила, которая переворачивает все. И в самом конце царь Давид. Царь Давид, это Малхут, это действие. Невозможно без реализации. Ничего не имеет смысла, пока не происходит вот эта реализация. И вот первые три Сферот, это которые Авраам, Исхак и Яков, это Сферот, которые принимают действие. Потом это действие переходит в ранг обдумывания и понимания. Это Маше, Аарон и Йосеф. И дальше самое главное, это реализация. Ты понимаешь, что есть Бог. Ты понимаешь, что Бог от тебя что-то хочет. Что хочет? Одну, вторую, третью книжку. Опа! Бог хочет, чтобы отфелин надевал. Пошел, отфелин. Все! Ты вот эту цепочку соедил воедино. В этот момент ты привел вот этот самый высокий свет, который только может быть. Вот мы с вами пытаемся простыми словами сказать удивительную вещь. И семь сил, это еще раз повторяю, правая сторона, милость, левая сторона, уравновешивающая, строгость, ограничения. Средняя линия, это Яков, это милосердие, любовь, гармония. Чуть-чуть ниже, правая сторона, это Нецех, достижение целей. Это победа, действие, это Маше, очень сходно. Напротив него, левая сторона, Гот, это благодарность, любовь, скромность. Это Аарон, самый низ, Йосеф, 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 Севрит, это основа, фундамент на все. На что должно все полагаться? Йосеф, кто такой праведник? Любые действия перед реализацией должны проходить сквозь вот это сито праведности. И следующее действие, реализация Тамапути, царь Давид. Я со своим мечом догоню, разобью, убью каждого врага лично. Я сделаю действие максимально, насколько только возможно. И вот что делает Шутамер? Он начинает с первого дня, он берет этот Хесеф и говорит, сегодня первый день Шутамера. Мы не можем, помните, я сказал, мы не можем пропустить ни одного дня. По законам, к примеру, чуть-чуть верну Валаху. По законам, если ты сегодня, например, забыл сказать Шутамера, но вспомнил на это на следующий день, на следующий день, но день этот еще идет, то ты должен повторить даже днем без благословения. А вечером можешь начать опять с благословения. Но если ты по каким-то способам вечером забыл, день забегался, и тут пришел следующий день, и ты вспоминаешь, то ты продолжаешь Шутамера, но без благословения уже до конца. Поэтому очень важно об этом вспоминать. Там можно это сделать, как такую традицию, собраться с семьей, либо с друзьями, либо даже в интернете. Давай посчитаем Шутамер. И вот посчитали, это занимает там три минутки. Это очень-очень важно. Некоторые даже делают, обговаривают потом. Так вот, первый день. Хесет, шебехесет. И мы посмотрим на этот взгляд, на эту ступенечку. Со стороны положительной, со стороны немножко отрицательной. Вот мы начинаем. Хесет, шебехесет. Потом Гвура, шебехесет. Потом Тиферет, шебехесет. Получается, в этой сфере, в этой силе, милость, там находятся все, как я говорил, остальные силы. Строгость в милости, гармония в милости, победа в милости, благодарность в милости и так дальше. Вот хесет, шебехесет. К примеру, милость в милости. Что такое милость? В ней создан мир. И милость, она есть в каждом человеке. Каждый когда-то давал конфетку какому-то ребенку. Ну, как минимум. Но, с другой стороны, мы с вами уже те люди, которые верят во Всевышнего и что-то делают в этом мире. Соблюдают, пытаются соблюдать заповеди. Так вот, надо посмотреть. Внутренняя милость – это понимание. А внешняя милость – это? Кто тут? Действие, правильно. Недостаточно одной просто милости, которая есть в тебе. Она должна как-то проявиться. И вот, когда ты свою внутреннюю любовь потом вытлескиваешь на любовь другого человека, похлопав по плечу, сказав ему пару слов, поучившись с ним, стих первого в конце концов, понимаешь, то ты эту милость высказываешь, ты как будто исправляешь это качество. Почему я говорю, что счета мэра не заканчивается после шабота, он потом продолжается? Он не идет вот так вот строго по линии, он в разных там линиях пошел. Сегодня у тебя раз ситуация, и ты работаешь со своим хэсэдом, со своей милостью. А так не хочется ее проявлять, а ты обязан, и ты с ней сработал. Второй день, к примеру, гвура, шебэ хэсэд – строгость и ограничение милости. Гвура, строгость – это суд. И, к примеру, суд сравнивается, как это пишет шестолюбальский рэб, он сравнивается с ненавистью своеобразной. Можно ненавидеть своего врага. Но как это можно сказать в положительном качестве? Ты любишь одного человека, и в этом человеке есть что-то отрицательное. Так ты праве ненавидеть это отрицательное. Вы понимаете? Это со знаком плюс. Тебе не нравится то, что это человек, которого ты принимаешь, которого ты там не против, чтобы он был в этом мире. Но у него есть отрицательное качество, и ты это ненавидишь. Это очень часто такое есть. У меня есть тоже люди, которых я реально не люблю, вот просто не люблю. Но я не желаю им ни смерти, ничего, хочу, чтобы они жили-были. Серега, не улыбай. Были богатые, счастливые и так дальше, чтобы у них все было хорошо. Я честно так желаю. Вы это не увидите, конечно, потому что это внутри, во мне. Но я ненавижу то, что вот это отрицательное качество, которое... Я не на тебя пока. Сюда буду богатые. Я ненавижу то отрицательное качество, которое сидит как бы в этом человеке. Вы понимаете? Вот ненавижу все свои души. Я бы рад был, чтобы он избавился. Я даже делал шаги, чтобы избавился от этого. Но мои шаги не увенчались ни в каких успехах. Я вам реальную историю рассказываю про свою внутреннюю работу. Как я работаю. Какое решение я принял? Я буду справа, он налево. Если он справа, я налево. Вы понимаете? Вот и все. Потом идет Тиферет ШБХС. Тиферет – это у нас гармония, средняя линия. Это равновесие. Это Яков, который мог и воевать с Исавом, и в тот же момент договариваться с Исавом. Это правильное применение именно вот этих качеств. Всех качеств, и милости, и строгости, правильное применение в определенный момент. Это очень-очень важно. И так дальше каждое качество. Мы сейчас не будем их обговаривать. Если мы возьмем отлицательный момент, вы знаете, что дерево Сферот вверху растет и внизу. Внизу это отлицательное дерево Сферот, принадлежащее животной душе. А я вам только что рассказал о работе божественной души. Так у животной души тоже есть свой хэст. А что такое хэст у животной души? Это желание наслаждений. Это желание получать какие-то удовольствия. И не ради Всевышнего. Так эти удовольствия, они могут внутри быть. Животная душа может с ними бороться. А потом она может их проявлять здесь, в этом мире. Это могут быть и алкоголь, и наркотики, и разврат, и все, что хотите. Это отлицательное качество. А, например, двура, шебехесет в отлицательном понимании. Это когда человек начинает ненавидеть просто людей, у которых все хорошо. Вот просто ненавидит. Ой, это слишком умный, это слишком богатый, это слишком еще там что-то, знаете. Никогда не пытайтесь судить людей. Я недавно слышал такой момент, там один человек, ему что-то хотелось, он должен был что-то сказать. Там рядом возле меня сидел человек, он говорит, там скажем, не могу выразить так, чтобы было непонятно. Ну, короче, он наговорил, взял на этого человека, там, ну, ну, можно даже сказать гадость. Я ему говорю, слушай, ну ты ж не на его месте. Говорю, будешь на его месте, завидуй молчу, скажем так. Потому что всем легко говорить, ты стань на место человека, а потом посмотришь. Понимаете? Это большое умение, это очень огромное умение, мы сейчас об этом, если успеем, поговорим. Так вот, ненавидеть других явным способом, вот это правление Гури в Хэссиде в отрицательном смысле, да? Например, Тиферет, Шебэхэссиде в отрицательном смысле. Когда ты начинаешь оправдывать все, полностью оправдывая, вот тогда я, вот полностью. Все, ты начал не просто делать, еще думать, ну, тут может быть, я прав, не прав, тут я слаб, да? Ты начинаешь просто оправдывать. Понимаете? И вот человек должен лавировать между вот этими силами, этими сферами. Каждый день он должен замечать, каким способом он действует. И у нас очень четко написано в нашей книгах, как надо действовать. Это кладезь психологии жизни, Кора, вот реально. Я и раньше думал, надо там подучить то, то, там, ту науку, а потом я смотрю, что здесь все есть. Настолько есть, такая глубина, мы не представляем. И вот так эти силы, опираясь друг на друга, они начинают себя проявлять в человеке, а потом проявлять обязательно в действии. Но действие самое главное. Особенно, когда оно, конечно же, правильное. И, смотрите, вот, получается, есть три, три результата, которые проявляются от того, как ты раскрываешь себя эти силы. Вот три результата. Первый правильный результат начинает проявляться в человеке тогда, когда человек вырабатывает в себе принятие. Кого? Принятие? Нет, это мы уже, это поумолчальность. Правильно, я сейчас говорю про внешний мир. Принятие кого? О! Это очень сложно. Принятие другого человека. Принятие мнения другого человека. Это самая сложная вещь. позволит другому быть таким, каким он является. Потому что каждый из нас хочет, чтобы другой был таким, каким я хочу его видеть. Из-за этого половина всех проблем. Война. Путин хочет, чтобы... Хотел сматериться, я издежался. Чтобы Украина была такой, какой хочет ее видеть, а мы не хотим. Они нам реально завидуют. Что мы можем поехать за границу без визы, вы понимаете? Ну и всему остальному. Что мы смогли свергнуть правительство, которое нам не нравилось. Понятно, что из одного говна вступили в другое, но мы смогли, вы понимаете? Это вообще, ну мало кто так мог. Вот реально, таких случаев на пальцах можно пересчитать. Вот это самое первое, принятие другого. Второй момент, более высокий, когда человек поднимается в своем уровне. Это не просто принятие другого. Это понимание другого человека. Ты можешь поставить себя на его место и понять, как он думает. Либо он не прав, четко для себя это принять, либо сказать, принять, что он прав, где-то себя победить. Ты как будто начинаешь расти. Ты был в Египте, вышел с Египта, был ребенком, тебе все давали. Вот тут прочитай Тору, вот сегодня приди на урок, вот тебе там еще что-то, вот тебе книжечка, вот Виталий принес, вот тебе пожалуйста. Потом ты вырастаешь, становишься подростком и бегаешь туда-сюда, и то хочу, и каббалу хочу, и то хочу прочитать, и то хочу прочитать. Понимаете? Это подросток. А потом ты доходишь до уровня взрослого человека, который начинает уметь как-то с другими общаться, ставить себя на их место. А самый высокий уровень, до чего доходит свирот, как мы с Альбомом учились, он говорит, это умение учиться у другого человека. И не только у того, который на социальной площадке, либо на духовной площадке выше тебя, не только у того. Ведь есть люди, у которых есть качество, который, может быть, не такой умный, как ты, но у него качество гораздо, есть гораздо лучше, какие-то качества. И ты их видишь, и ты у него учишься. А не говоришь, ааа, ну кто я, кто ты. Я тебя понимаю, ты уже дошел до понимания. Я тебе позволяю быть кем-то, кто ты есть, но ты меня будешь учить. Ну кто ты такой? Либо можно даже этого не говорить, а показать. Так вот это самый высокий уровень, когда ты начинаешь учиться у другого. И не обязательно брать что-то у него. Ты можешь даже посмотреть на ситуацию между людьми и сказать, слушай, я вот как бы здесь я не прав. Либо он не прав, а я таким не хочу быть. Ты понял? Ты берешь урок у другого. Он для тебя как урок. Вот это взаимодействие всех сил, которые есть в нас. И еще раз я чуть-чуть пробегусь по ним. Это милость, это умение раскрыть волю Творца. Как раскрывается воля? Через ограничение, через понимание. Что такое понимание? Детали, суд, умение сказать свое слово, что-то понять, разграничить что-то. Дальше, чтобы пользоваться этими двумя силами, надо иметь в себе вот эту любовь, создание, красоту, силу Якова. После этого, когда это все у тебя есть, ты начинаешь двигаться как Маше. Маше ничего не видит на своем пути, а идет к своей цели. Вот есть, я работаю с людьми, которые хотят пойти в Геюр. Я хочу в Геюр, человек говорит, а потом ничего не делает. И годами он хочет пойти в Геюр, и так дальше, но ничего не делает. Пхни, работай. Видите, вижу цель, не вижу препятствия. Это про Маше, это сила Маше. Но в этот момент, когда ты это делаешь, не поломай хатки, не полезь через заборы, поэтому у тебя должен быть напротив тебя Аарон. Это левая сторона, сила смирения, благодарности, скромности, открытости. Она уравновешивает силу Маше. Дальше. Это Йосиф, это основа, это праведность. Я хочу сегодня шашлык. Зачем? Нажал со шашлыка, поехать в баню, поехать в баню, а потом, так дальше, и тому прочее. Сейчас, секунду. Так дальше, и тому прочее. Оно должно пойти через эту праведность. Я хочу там, тогда же твилин одеть, вот ради чего. Знаете, почему многим не разрешали одевать твилин Рабейну там, особенно раньше? Нет, откуда мысли? Нет, я хочу услышать, может кто-то скажет, может задумается. Нет, не голова не такая, гордыня. У человека начинает вырастать гордыня, что он одевает не один сегодня. Я крут, я ей крут. Я вполне серьезно, мудрецы из-за этого запрещали, потому что у человека начинает вырастать гордыня, а гордыня это корень всех грехов. И злословие, и убийство, и развад, и даже идало поклон. Гордыня, что это значит? Много меня, много я. А если много тебя, значит чужое мнение неправильно. А если неправильно, значит, наверное, в Торе что-то, не дай Бог, так подумать неправильно. вообще, все, все, не, в твоем битуле, битаконе, я никогда не сомневался. Кстати, я хочу заметить, посмотрите, вот, очень много говорят про милосердие еврейского народа. Вот, очень много говорят. И, очень много так было, когда видели злых, и очень таких, ну, ну, вот реально неправильные поступки, такие, излишне неправильные. Проверяли, человек не оказывался евреем. Я вполне серьезно говорю, я это, ну, слышал на слуху. Можно я тебе пример дать? Вот у меня, можно или нет? Хороший пример. У меня есть друг, он сидит передо мной, Хайм, очень хороший товарищ. И, он очень эмоциональный человек, и очень часто он, как бы, загорается, как спичка, да, и даже со стороны похоже на скандал. Но в тот же момент проходит две секунды, и все это уходит у него, потому что в нем, ну, кореница милосердия, еврейская милосердия. Я правда так вижу, да? И это надо в себе воспитывать. Эта божественная точка есть во всех. Не только в евреях. А у народов мира. Но при том, тогда, когда они начинают правильно понимать, зачем они что-то это делают. Поэтому очень важно вся Тора говорит, еврейский народ с народами мира должны быть вместе. Мы должны быть вместе. Не обязательно народом мира становиться евреями, там, принимать гиур, но так тоже может быть. Аризаль говорит, что это потерянные души. В душах мы ничего не понимаем, спорить не будем как бы. Но вот это милосердие надо продудить себе и пропустить через вот эту сферу последнюю перед реализацией, которая является Давидом. Вот это и есть счет АМР. Когда происходит вот этот твой рост, умение принять другого, умение поставить себя на место другого и самый большой уровень учиться у другого, учиться у других. Я говорю со знаком плюс. А теперь давайте переложим, мы подходим к концу, переложим чуть на глобальные вещи. У нас скоро, ну не скоро, Лахба Омар, это 33-й день Амера, да, у нас будет отдельный урок про Лахба Омар. Но я чуть-чуть забегаю вперед, скажу. Вот посмотрите, когда Леви и Шимон перерезали шхем, да, за что они наказали всех жителей? Если только один шхем, один принц только изнасиловал Дину, да, за что был наказан весь шхем? За молчание. За молчание, я поддерживаю, это сказал. За что наказаны? За молчание. Вот реально за молчание. И это важная вещь. Вот сейчас, смотрите, у нас есть Россия, Белоруссия. Я считаю, что Белоруссия сто раз лучше, чем Россия. Я вам приведу простой пример. Изнасилование, это плохо, да, это плохо, да. И когда вы еще против изнасилования, а тебе говорит товарищ, можно изнасиловать девушку? А ты ему говоришь, не, не, это очень плохо, вот эту комнату иди, можешь воспользоваться таком. Это еще хуже, чем тот, который насилует. Вот Белоруссия с дебильным президентом, это хуже, чем Россия, предоставляющая свое государство для той агрессии, которую она делает. Так вот себя оправдывает какими-то там дебильными понятиями, нацистами и так дальше. Вот мы все в Кипар и сидим тут, нацистами, и молимся каждый день. И холокост проклинаем. Так вот это еще хуже, вы понимаете? Так вот это было молчание, за это были наказаны. Виноваты люди, что у них российский президент такой вот. Ну и да, и нет, я сейчас не пытаюсь, не выступаю судьей, я высказываю просто свое мнение. И да, и нет. Уже сами думайте. Молчание иногда это страшнее, чем даже какое-то действие. Потому что действие человек делает обычно по непониманию, а молчание ты понимаешь. Ну говоришь, ну меня это не касается. Не бывает так. Сейчас нельзя усидеть на двух стулах, особенно мужчинам, будет больно. Ни в коем случае. Сейчас надо четко принять какое-то действие. Так смотрите, это шхем. У них был конфликт на каком уровне? На социальном уровне. Да? Политика, преступления, одни что-то говорят, другие не говорят. Это был социальный уровень. Эти же 24 тысячи, они перевоплощаются в еврейские народы. 24 тысячи, которые погибли при земли, когда Пинхас поднял его на копье. А там какой вопрос? Там какое непонимание? Там духовный уровень непонимания. Духовный, разврат, идолопоклонство. Где оно кроется? В твоей голове. Если, например, социальный уровень, он может крыться в твоем страхе, в твоих качествах эмоциональных. А там ты все, слушай, пора тебе дана, а ты все кричишь у их три. Или четыре, или пять, или еще. Сколько так, понимаешь? Там уже более другой уровень исправления. Это исправляет вот эти 24 тысячи. С кем основал? Забегаю сильно вперед, ладно, оставлю это на лакбаломах. Последнее скажу. А где проявляются третьи раз эти 24 тысячи? Ученики рабиаки за что они умерли, Север? За неуважение другу. Ненависть это слишком сказано. За неуважение другу. Посмотрите, какой тонкий уровень. Они уже все знают, знают всю тору, все знают, но они попались на ту же самую удочку. Каждый прав. Каждый прав. Из-за этого их так наказывают такой смертью. Почему? Потому что хочешь знаний, принимай на себя ответственность. Я сегодня молюсь, подходит один человек, мой уважаемый, мой товарищ, и что-то мы говорили, я говорю, такшма, надо читать тадададада. Он говорит, да, да, буду читать. Я говорю, а там тоже вопрос с Амидой. Смотри, в 10, по-моему, в 10-16 надо уже начать Амиду. Он говорит, да, я говорю, да, это закон Шулкана Рух. Он соблюдающий, как бы, ну, на своем уровне человек. Он говорит, так, Яша, я пошел, не буду что-то заваривать. Я говорю, все-все-все, давай дружите, я тебя не буду учить. Я говорю, не буду. Ну, без обид, ничего, но человек просто говорит, лучше я не буду это слышать, буду там жить своей жизнью. Почему? Потому что, когда ты услышал что-то важное, ты стал мудлей, но и уровень ответственности изменился. Распространяя эти книги, Виталик, ты не можешь делать то, что делают другие, потому что ты распространяешь своих святых книг. Работая начальником склада с гуманитаркой, спасая всю Украину, ты не можешь поступать, как поступает дочь. Работая с теми, с кем вы работаете, Хайм, Серега, вы должны быть лицом, потому что, говоря одно, делая другое, это будет пустое место. Ну, и так Игорь тоже самое, понимаете? И я тоже самое. Кстати, если бы я был учителем Торы, а за углом там творил бы непонятно что. Здесь бы не сидело столько людей и не слушало. Ну, смотрите, я, у меня как бы все. Если у вас есть вопросы, я готов ответить. Да, вот у меня есть вопрос, можно? Да. Вот, смотрите,